В эфире Beauty Time. Всем здравствуйте! В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Итальянские каникулы в Челябинске оказались изысканными, легкими и во всех смыслах вкусными. Яркие моменты проекта Дни Италии в репортаже Ирины Ахмедшиной. Популярнее этой кухни сложно что-либо представить, но вот уже второй год для ее продвижения во всем мире проходит неделя итальянской кухни. В России гастрономический проект организовали в 11 городах, в их числе и Челябинск. Началось все с кинофестиваля. Общая цель фестиваля это то, что приближает жителей Челябинской области с Италией. Даже несмотря на большую политику, которая нас не коснется, мы просто хотим рассказать своим друзьям, что не забудете, что есть Италия. Италия готова с вами дружить и посетить Италию. Мы будем посетить вас. Уроки шоколада, рождественский ужин, праздничный обед жарким летом. Одни только названия этих фильмов будоражат аппетит. Незабываемое акустическое впечатление возникает от того, что фильмы идут на итальянском с субтитрами. В проведении этого фестиваля мы сотрудничаем с Почетным кончеством Италии в Челябинске и также с Институтом культуры Италии, который находится в Москве. Именно они совершали выбор фильмов для этого фестиваля, чтобы получилась такая полноценная культурная программа. Это комедия, рассчитанная на широкую зрительскую аудиторию. По моему опыту я уже выяснила, что из всех итальянских фильмов зрителям наиболее интересен как раз комедийный жанр, потому что Италия, она всегда представляется такой эмоциональной, страной лучезарной, очень улыбчивой. И вот поэтому именно комедии наиболее непочтительные. Перед непосредственным знакомством с настоящей итальянской кухней мастер-класс по правилам хорошего тона от Барбары Ронке де Ларокко, писателя, журналиста и консультанта по ведению церемоний в резиденции президента Италии, которая в аристократичной манере упомянула и о русском вкладе в историю правил хорошего тона. Возможно, вы не знаете такого факта, но для развития и появления правил хорошего тона один русский сыграл большую роль. Если сегодня мы едим первое блюдо, потом второе и затем десерт, эта последовательность появилась благодаря князю Курагину. До 1810 года мы все ели одновременно. На стол выносили все, от закуски до сладкого. А потом этот граф решил, что нужно менять систему и придумал последовательность блюд. Поэтому все большие рестораны мира, рестораторы и шеф-повара обязаны этим правилам русскому. Только русские об этом не знают. Повара, посетившие в рамках фестиваля Россию, состоят в итальянской ассоциации послы вкуса. В нашем городе им стал Карло Сиккель, именитый шеф-повар из Сицилии. На дегустациях и мастер-классах он готовил привычные и знакомые каждому блюда, благодаря чему был шанс узнать аутентичные рецепты. Итальянскую кухню с границей иногда воспринимают немножко не так, как она есть на самом деле. Например, лазанья. Очень часто она сделана плохо, не так, как надо. И когда в ресторан приезжает итальянец и говорит, как надо сделать эту самую лазанью, он встречает сопротивление, потому что люди привыкли к другому. Итальянская кухня – это не только рецепты, которые нужно знать, это еще и определенные ингредиенты, без которых при любом рецепте не получится аутентичной кухни. Я привожу пример конкретного продукта – масло. Для нас оливковое масло – это номер один, это очень важный продукт, он должен быть холодного отжима. И если вы готовите итальянские блюда и заменяете его чем-нибудь другим, это уже не будет итальянской кухней. И в особенности я про подсолнечное масло, которым здесь часто заменяют оливковое. Так ярко, солнечно и аппетитно прошел этот фестиваль. Впрочем, эти эпитеты применимы и к стране, подарившей нам неделю итальянской кухни. В ближайших выпусках мы подробнее осветим встречи внутри фестиваля по праву этого заслуживающих. Это Beauty Time – программа о том, что делает жизнь яркой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Избавиться от лишних сантиметров и лишних килограмм в преддверии важного события можно с помощью аппаратных косметологических методик. Одна из них – криолиполис. Крио – это заморозка липолисовая разрушение и разрушение жировых клеточек. Здесь идет именно заморозка жировых клеток, которые у нас замерзают, отмерзают, прекращают свою работоспособность. И с процессами наших обменов в организме они у нас входят все наружу. Убрать какие-то небольшие локальные жировые отложения. Это наши бока, наш животик, внутренняя поверхность плеча, внутренняя поверхность бедра. Время воздействия полчаса делается процедурка один раз в месяц. Эффект после криолиполиса наступает постепенно, количество процедур назначается индивидуально. Это зависит и от телосложения, и от размера платья, которое вы присмотрели к торжеству. Впервые в Челябинске. Отборочный тур чемпионата России по свадебному макияжу и свадебной прическе. 9 декабря. Отель «Парк Сити». Главный приз – поездка на чемпионат мира в составе национальной сборной. Организатор чемпионата – салон красоты «Барселона». Генеральный спонсор – центр красоты и здоровья «Гармония». Партнеры – школа роста и практики и отель «Парк Сити». Заказ билетов – 742-88-03. Регистрация участников продолжается. Подробности на сайте barsasalon.ru Для тех, кто ценит красоту и время, клиника эстетической медицины «Максима Клиник» представляет Уникальные аппаратные технологии за один час. Красота и здоровье с максимальным комфортом. Консультация в подарок плюс приятный сюрприз. Телефон для записи 200 ровно 33-95. Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее в выпуске репортаж с очередного «Тусе 99 избранных». Неформальные встречи участников проекта. Тематические «Тусе» проекта «99 избранных» в настоящий период проходят на творческой волне. На этот раз участникам предложили уроки живописи. Изобразительное искусство, как известно, развивается всех сторон. А когда сам оказываешься за мольбертом, испытываешь полную гамму прекрасных чувств. Здесь прям такой большой релакс. Общение, краски. Ходишь в себя, отвлекаешься от всего. И это как терапия такая. В любом случае нужно отходить от точных наук, от финансов, разгружаться. Потому что в первую очередь любой бизнес делают люди. А люди должны быть творчески подкованы. И новые, совершенно новые результаты не заставить себя ждать. Недавно просто я была на тренинге, связанном с моими темами. И открывали пятую чакру. Это чакра творчества как раз. Я отследила, что когда мы коснулись рисунков, во мне есть страх нарисовать неправильно, нарисовать как-то некрасиво. Поэтому сегодня я здесь для того, чтобы поработать это и получить удовольствие от процесса. Это возможность узнать себя с другой стороны, увидеть насколько у нас огромное количество возможностей, способностей. И не только в себе, но и в своем деле тоже обнаружить. В каком-то смысле эта встреча позволила участникам проекта окунуться в детство, когда уроки рисования были явлением привычным. Это реально возвращает где-то куда-то в детство, дает такие поразительные, чудесные эмоции, какого-то восторга, эйфории, когда из этого убийства красок, вдруг получается реально нечто красивое. Ты берешь кисточку, ты проводишь какую-то линию, буквально взмах, и у тебя получается уже какой-то рисунок, какой-то шедевр. Два месяца тематических встреч завершатся грандиозным финалом, который состоится 7 декабря, где с помощью народного голосования определят лучшего из лучших. Тренд на интеллектуальность буквально накрыл всех тех, кто следит за модой и старается не отставать от жизни. Наряду с кальянными и ночными клубами вдруг стали популярны литературные гостиные, викторины и брейн-ринги. С другой стороны, в кругах студентов и продвинутых старшеклассников эти идеи никогда не теряли своей актуальности. Пример тому – игра «Живая классика». Интеллектуальные игры в большинстве своем связаны с эрудицией и логикой, но есть и такие, в основе которых творческий подход. Эта встреча на площадке Челгу прошла в рамках проекта «Живая классика», посвященного 155-летию первого издания романа Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Мы проводим уже второй раз интеллектуальную игру под названием «Живая классика». Идея возникла спонтанно, а с другой стороны – закономерно. Им это стало неинтересно, они получают информацию другим способом и другим образом, и поэтому, чтобы вернуть детей к литературе, мы придумали такой проект. В игре участвуют старшеклассники пяти челябинских школ, которые настолько увлеклись творчеством Тургенева, что изучили внимательно не только само произведение, но и историю его создания, а также творчески переосмыслили идеи автора. Замечательно то, что им дают момент творчества, а потому что вот то, что вы видели, они с Артемом Юрьевичем, это наш поделок-организатор, придумывали сами. Сами подбирали материал для визитки, сами ставили вестерн, они еще занимаются у нас театральной студией, которая есть в школе, и поэтому способность как-то по-новому взглянуть на произведение, где-то пошутить, где-то поиграть, конечно, она очень важна. Им интересно, это я точно могу сказать. Название «Живая классика» отражает сверхзадачу проекта – возобновить интерес к чтению и традиции обсуждения литературных произведений. Ведь классика не утрачивает с годами своей актуальности. Отмечать профессиональные праздники сегодня принято не только на работе. Так, например, День бухгалтера в нашем городе праздновали весело и очень креативно. Подробности прямо сейчас. Бухгалтер – это всегда ответственно и очень серьезно. Но если внимательно приглядеться к представителям этой профессии, то можно увидеть огромный творческий потенциал. Взять, к примеру, эту вечеринку в испанском стиле, которую организовали по случаю профессионального праздника. Бухгалтер – это некий шаман предприятия. То есть руководитель – это, наверное, все-таки вождь в компании, а бухгалтер – это шаман. Поэтому мы любим шумные праздники, делать это все весело. Это наш профессиональный праздник. Самый лучший праздник из многочисленных из всех. Бухгалтер – работа у него тяжелая очень достаточно. То есть нужно много внимания, напряженно достаточно работают. Вот это возможность, во-первых, пообщаться с коллегами, причем в такой праздничной атмосфере. В знаменитом испанском танце «Фламенко» главная партия всегда женская. То же самое и в бухгалтериях большинства предприятий, где в основном представительницы прекрасной половины. На работе ты должен быть профессионалом. Дома ты должен быть женщиной, которая любимая, любящая. А как любимая, любящая женщина, она должна нести позитив и радость в семью. Коль у нее будет все прекрасно в семье, у нее однозначно будет все прекрасно на работе. Это все взаимосвязано. Это же касается и хорошего, качественного праздника, которого заслуживает каждый, ну или в нашем случае каждая, кто так же хорошо работает. Хочется наш ноябрь, хочется внести солнце, яркости необычные. Соответственно, ну вот пришла в голову сделать вот некое Такая пух фиеста. Мы, конечно, не нарядились как испанцы, но все равно что-то, какую-то зименку внесли в свой коллектив. Есть такой стереотип, что люди этой профессии очень любят песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Но так ли это на самом деле? Лучше узнать у них самих. Ну, на праздник очень любим ее слушать, когда коллеги поют, когда сотрудники приходят, поздравляют. Вот эта песня, она все уже приклеилась к вам. Ну, еще такого ни разу не было. Может, еще в перспективе кто-нибудь споет, но пока этого не было. Да постоянно. Включают даже на всех праздниках. День бухгалтера отмечают 21 ноября. Это дата подписания закона о бухгалтерском учете. И несмотря на то, что данный праздник пока еще неофициальный, желающих его отметить красиво, стильно и с юмором с каждым годом становится все больше. Впервые в Челябинске. Отборочный тур чемпионата России по свадебному макияжу и свадебной прическе. 9 декабря. Отель «Парк Сити». Главный приз – поездка на чемпионат мира в составе национальной сборной. Организатор чемпионата. Салон красоты «Барселона». Генеральный спонсор – Центр красоты и здоровья «Гармония». Партнеры – школа роста и практики и отель «Парк Сити». Заказ билетов – 742-88-03. Регистрация участников продолжается. Подробности на сайте barso-salon.ru. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум формате. Территория тайского спа «Тайвай». Российская 206. Телефон 223-23-20. Подробное описание спа-программ ищите на сайте taiwai.rf. Дом эстетики и медицины «Формула». Все, что нужно для красоты, легкости и хорошего самочувствия. Мы работаем, чтобы вы были стройнее, моложе и счастливее. Это «Бьюти Тайм». Красивые подробности красивых событий в формате «ноу-коммент» в завершении выпуска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Еще больше сюжетов о красивой жизни на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я. Имидж-студия Елены Ивановой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова